Пожрут все посевы, калининградских кабанов будут отстреливать. Отмечается, что большое количество кабанов угрожают сельскохозяйственным посевам, и если не предпринять никаких мер, можно потерять значительный процент урожая. Также проведить поголовье требуется и в рамках профилактики африканской чумы свиней, которая может значительно повлиять на местное свиноводческое хозяйство в случае вспышки болезни. Глава региона Антон Алиханов добавил, что вокруг свиноводческих комплексов региона нужно обустроить 10-километровые зоны без лесных кабанов, сообщает МК в Калининграде. В Академгородке ежи бросаются под колеса автомобилей. В Новосибирске просят соблюдать осторожность во время езды в Академгородке в ночь на 4 мая на дорогах района заметили большое количество ежей. Как, написали в местном сообществе, большое количество колючих наблюдается на улицах Российская и Шатурская. Животные, влекомые инстинктом, перебегают дорогу. Как прокомментировал эколог, два вида ежей, обитающие в этих краях, южный и ушастый, меняют местонахождение из-за поисков пищи, сообщила Комсомольская правда. Ежи перемещаются с более сухих возвышенностей во влажные низины, где обитают черви и слизни. Ежегодно в конце апреля, в начале мая, жители Академгородка могут наблюдать скопление ежей, подбегающих к водоемам. Ранее охотники сообщали, что в Подольске заметили мужчину, намеревающегося живьем съесть лесных ежей. Бросился с кулаками, чувашский охотник вступил в конфликт с властями. По данным следствия, мужчина 63 лет во время нахождения в охотничьих угодьях, нарушил правила транспортировки оружия, перевозил ружье в заряженном состоянии в своем автомобиле. На этом его остановил местный инспектор, который собирался задержать нерадивого охотника. Однако тот не согласился с предъявленными ему обвинениями. Дело дошло до физического конфликта, но в итоге инспектору все же удалось обезвредить нарушителя. По решению суда, мужчина обязан будет выплатить штраф в размере 40 тысяч рублей за сопротивление властям, сообщает МК в Чувашии. Американец перепутал лисят с котятами и навредил им. В Аризоне неравнодушный американец принес в ветеринарную клинику нескольких новорожденных пушистых зверьков. Он обнаружил их на улице и подумал, что это выброшенные кем-то котята. Осмотревшие животных ветеринары установили, что это лисята. Забрав их из естественной среды, мужчина, увы, только навредил им, оторвав от матери. Возможно, лисица была на охоте, а лисята выбежали из леса. Сразу же вернуть животных в лес не получится, лисица, детенышей уже не признает. Принято решение поместить малышей в реабилитационный центр, где они подрастут, и только потом выпускать обратно в лес, передает МИР24 ТВ. Ранее охотники сообщали, что в штате Вирджиния, лисят выхаживают в специальных масках лисицы, чтобы создать для них максимально, с естественные условия. Лобная часть головы архара с рогами была изъята на Алтае, фото. К приставам попала лобная часть и рога животного, которая находится в Красной книге РФ. После изъятия ценного экземпляра, было решено передать вещь на кафедру зоологии позвоночных Санкт-Петербургского госуниверситета, где она будет храниться в качестве познавательного и просветительского экспоната. У кого был изъят подобный экземпляр, власти Алтая не уточняют, передает МК Алтай. На свалке в Кузбассе нашли убитых медвежат. Тему о жестоком обращении с дикими животными ранее поднимали местные. Но власти так и не приняли мер. В то время как предприниматель держал медвежат на цепи и натравливал на них своих собак, никто из специалистов и ответственных лиц не реагировал. В настоящее время медвежата погибли, люди требуют вмешательства СКР в ситуацию видео, сообщил канал Новости Кемерово и Кузбасс. Инспектор Ахатнадзора помог задержать подозреваемого в убийстве. В Туапсинском районе при задержании опасного преступника был задействован инспектор Ахатнадзора. Задержанный находился в розыске. Его подозревают в совершении двойного убийства на почве мести. Преступление совершено в апреле в одном из сел Ростовской области, сообщили в Минприроды Краснодарского края. Ранее сообщалось о нападении на сотрудницу Минприроды в Омской области в момент, когда она стала фиксировать происходящее на камеру. В Татарстане водитель нашел на дороге водяную черепаху и спас ее. Сотрудники комитета по биоресурсам отвезли найденную на дороге набережной Челны, Нижнекамск, черепаху в водоем, расположенный у деревни Кзылбайрак. Рептилия, выпущенная в пруд, смело поплыла обследовать свой новый дом, видео. Спасители пожелали ей удачи и прожить не меньше 300 лет. Источник с ojm.tatarstan.ru Ранее охотники рассказывали про благоустройство черепашьего озера во Владивостоке. Несмотря на усилия власти по привидению в порядок зоны для прогулок у воды, малолетние вандалы сводят на нет старания и убивают черепах. В Холмском районе у дороги Пасси и Зюбр, Зюбра, мирно щипавшего травку дороги, позвали, но он отреагировал на звук голоса по-своему, поскакал подальше от людей и поближе к лесу. Видео в сети заметили, что на Сахалине можно встретить самых разных представителей дикой природы. Многие из них были завезены на остров для разведения, совсем недавно. В частности, и Зюбров завезли в 60-е годы всего 30 голов. Олени прижились, в 90-е их численность перевалила за 700 единиц. Но, постепенно браконьерство сделало свое дело и сейчас их гораздо меньше, порядка 200 голов. Источник – Иоаств, где в Мариэл дикие звери часто создают помехи автомобилистам. Департамент животного мира Республики Мариэл назвал три маршрута, на которых наиболее часто в ДТП участвуют жители лесов. Это Кокшайский и Оршанский, от Шебулака до Ильинки, тракты и объездная дорога возле Ешкар-Алы, Медведевский район. Главное, что требуется от водителей, следующих, по вышеназванным автодорогам, особенно в ночные часы, снижение скорости и максимальное внимание на дорогу, сообщил Мариэль.гоф.ру. В случае причинения государства ущерба в виде гибели дикого животного в ДТП издержки, возмещает автовладелец. Так, за сбитого лося придется выплатить 80 тысяч рублей, а за беременную самку – 120. При наличии полиса ОСАГО-расходы, как правило, ложатся на страховую компанию, ранее сообщалось, что 5 мая в Тульской области в ДТП с Лосим погибли двое. Еще два пассажира были травмированы и попали в стационар. В Южно-Сахалинске пропал охотник на Сузуки Джимни. 3 мая 59-летний охотник выехал в Анивский район. О том, что требуется вмешательство спасателей, заявили родственники пропавшего. Они пояснили, что связи с уехавшим нет с 3 мая. Правоохранители просят всех, кому что-либо известно о ситуации с охотником, сообщить сведения по телефонам 789-782-789-648-7-984-10-WhatsApp-7-962-120-66-98. Источник ИААСТВ. Ранее сообщалось, что 1 мая охотник на моторной лодке отправился по реке Паранай. С тех пор мужчину не видели. Новосибирские грибники перешли на сморчки. Сезон сбора первых весенних грибов стартовал в Новосибирской области. В европейской части России любители уже несколько недель собирают сморчки и строчки. Уловом новосибирские грибники поделились в местном паблике грибы и грибные места НСО, сообщает агентство новостей. Обильный урожай грибов с характерной морщинистой шапочкой ведрами собирают в нескольких районах области. Искитимском, Краснозерском, Красноярской рощи, на территории аэродрома Мочище, в районе нового поселка. Найти грибные трофеи можно не выходя за пределы города, например, в лесной части Первомайского района, передает bfm.ru. Сейчас только начало сезона и дальше сморчков будет только больше. Специалисты предупреждают легко спутать сморчки с их, с ядовитыми аналогами строчками. В этих грибах содержится токсичный компонент, герометрин. Аналогичное соединение входит в состав опасного для человека ракетного топлива. Ранее охотники сообщали об особенностях сбора сморчков в весеннем лесу. Продолжение следует...